здравствуйте друзья пошли вы со светланой вечерком так пройтись еще вроде не темно но смеркается вдоль океана дует ветерок с океана дует ветерок и пахнет йодом свет чем пахнет в воздухе морем морем океаном хорошо как ты вот думаешь жить в таком домике светлого связь как у меня такой сон может сползти в какой-то момент у тебя соображение безопасности а если вот допустим его там прибили как следует гвоздями от плечемся от этой мысли и вот допустим он хорошо так стоит вот я имею ввиду так вот на бережку стоять как-то таким маячком все ходят люди погулять ходят а у него тут спереди все закрыто ему тут неинтересно вот туда у него назвать очень красивая избушка на курьих ты знаешь мне такое ощущение что здесь как-то был open house и мы заходили нет мы заходили в какую-то такую избушку да да никто не мешал а на ту сторону где никого нету вот у него сам братья не мальчик вы еще и тут ярд какой-то есть да вот так не один дом там еще один смотрим хорошие домики правда свет красивые да и они такие красивые большие и из окна у них океан видно можно сказать что это красиво жить не запретишь или это не универсальное правило то есть кое-где и запрещают вы когда при большевиках то да в меру возможностей да это правда значит так получается красиво жить не запретишь в меру возможностей это хорошая формировка такая оптимистичная это меру возможностей красивый вот так я не вижу особо разница но пусть будет как ты скажешь посмотри как красиво здесь волны бьются от берег давайте друзья мы с вами подойдем посмотрим свежесть такая знаете здорово то что вы видите у себя на экранах светлее чем она есть на самом деле то есть как-то камера так высветает здесь гораздо более уже сумречно да девушки нынче рыбачат мы обычно друзья гуляем в другом месте но здесь вот мы на машине ехали мимо думаем там видим пройдемся поэтому вот сейчас видите что то такое чего мы обычно не показываем у меня такое ощущение что на стекле камере камеры высаживается влага так вот мне сейчас пойду посмотрю да друзья мне определенно здесь нравится смотрите какие домики симпатичные симпатичные такое ощущение прям на бьет а может быть они просто отремонтированы но как-то очень у них хорош хороший вид хорошем состоянии так прям как как новенький и смотрят окошками друзья на океан значит творится что у них под окнами то вот у них что вот вот женщина почему-то лежит на лавочке не зачем она там делают медитирует в таком положении да здрасте здрасте вы вы кто будете это ваша 797 номер видео этот гуляете так вы приехали из долины или вы где живете я приехала сюда работать вот ухожу за бабушкой за бабушкой я видела ваши видео отправила вам когда-то сообщение а вы где-то тут близко или сюда приехали на машине чтобы здесь погулять мы ходим к океану вечером есть возможно это обычно у маячка гуляем а тут мы мимо ехали думаем да и вот здесь погуляем здесь очень симпатичные домики вот у нас за спиной очень симпатичные так может быть вы скажете что-то нашим зрителям все сюда все приезжайте сюда здесь здорово так может быть вы подскажете как именно приехать ну первое это значит выйти замуж это самое надежное так у нас знаете однажды оля брукман выступал и я я не знаю еще что она скажет я и говорю оля говорю вот если женщина собралась выходить замуж в америку я вот первое вот самое самое первое что вообще что нужно сделать она гэтну первым делом надо развести с тем что есть это потому что некоторые думают пойду искать не на и обязательно так она может не разводиться она может развести здесь не выезжая из америки как сделала одна знакомая так так что это совсем то есть она сначала сюда приехала случайно она не планировала поэтому она и не разводилась но здесь так получилось и она не не вернулась вообще много мужиков то так что вот интересуется по части жениться может их санта-крузе побольше чем но они есть такие но такие но не то что там побить там улево не ищут уже петушатся петушатся у нас здесь есть одна как активиста ее назовем из херсона она живет в от санвилии да так сплотила русскоязычную публику вокруг себя так и вот благодаря ей многие нашли свое счастье она их там как-то познакомил на это ее хобби а вы ее знаете так давайте давайте ее к нам на канал вы чего пусть она всем расскажет а что для этого нужно ничего ничего она мне скажет я подъеду и сниму я-то вас не знала мне рассказала про вас она может по skype по skype по skype были здесь вот у нас канал на ютюбе и там скажу она много и полезно уже 100 тысяч подписчиков так что же а я выходили я рассказывала где вы берете овощи мы живем недалеко от этой фермы а следующая что у нас параллельно какая улица уж не знаю мишин мишин да и вот мы параллельно мишин есть такая небольшая улица гранд вью и мы там я там проживаю в этом комплексе а людочка у этой бабушки работает мы познакомились поскольку нас людочка у бабушки а вы что делаете а я проживаю как она давно я давно да но было имуще и горжусь этим так хорошо я приехала как дочь меня вызвала воссоединение семьи и дочь осталась в чатаноге теннесси на город чатанога это где такой штат теннесси понял нешил столицу штата не было там работы там очень мало русских и очень то есть вам нравится тут в итоге бабушка русскоязычная бабушка русскоязычная нормальная хорошая бабушка я видела на украине более сложные варианты гораздо сложнее вот просто надо понимать бабушка 25 лет он живет как мы бабушка как мы так хорошо так что все нормально вот вам холодно наверное да ну ничего ничего неожиданно так мы неожиданно сами столкнулись я когда-то вас увижу мы даже но мы гуляем вот там вот в маяке да мы знаем мы по делу как-то пошли на ярцейла людочка говорит вот здесь должен быть дом портного в общем короче давайте нам женщина из ватсон вилла мы сделаем кино и сразу она любит общение и любит это самое главное тогда к ней будет обращаться у вас нет там случайно мужичка в диапазоне от си до си до си до си до си до си до тебя ну тебе сказали что это разные бывают да я вам скажу что я помню себя еще на украине из Хмельницкого ой что когда Ты говоришь, а украинскую мову разговариваешь? Так она и по-польски. Она 10 лет прожила в Польше. Это вообще уникальный человек. Нет, серьезно-серьезно. Она уникальная дочь. Она знает все. И шитье, и волюбелье, и огородность. Я очень рада, что я вас увидела, потому что моя дочь хочет у вас учиться в школе. А дочь-то где? В Читоноте. Это вот та самая дочь? Да, моя дочь. И она приедет сюда. Так я здесь, но уже не школьница? Нет, она здесь живет. Она гражданство получила. Она закончила этот университет. И она работает. А что делает? Она работает на фирме, которая выпускает детали для автомобилей. Так подождите, она работает или она там зарабатывает реально? Или что, вы знаете, как говорят, что наши враги так зарабатывали? Как сказать? Ну, не то, что среднее считается. Так, среднее считается. Окей. Ну, конечно, мы можем, да, посодействовать. Можно и говорит нас. Ладно, я только не знаю, как с работой в Читаноге. У нас оттуда еще никого не было. Нет, ну, судя по всему, значит, неплохо. Лучше, чем в Санкт-Петербурге. Я имею в виду, с работой потестировали. Женщина из Нэшвилла. Нет. И она, поскольку очень много лет не была в России, она уже давно эмигрировала. И мы ее вызвали по Москве гулять. Она сама была из Киева, по-моему. Мы ее гуляли по Москве. А Нэшвилл, Нэшвилл, мы так посмотрели, мы говорим, что за дыра, Нэшвилл. Она говорит, в Америке нет дыр. Но мы посмотрели Америку и знаем, что дыры есть. Конечно, есть. Мы знаем человека, он живет во Фримонте, а называет, как Шалом Алейком говорил там, допустим, Косриловка. Он Фримонтовка. Я с тех пор только Фримонтовка. Фримонтовка? Нет, очень многие. А, так многие говорят? Да. Да, конечно. Ну, люди пытаются на... Я не думаю, что с Косриловкой связано. Там Ивантеевка, там Петровка, там... Не, но именно. Мне хочется думать, что все-таки с Косриловкой. Наши зрители, я думаю, они не читали Шалом Алейкема. А зря. Я советую вам, товарищи зрители, читайте Шалом Алейкема. Да. Огромное удовольствие. Ну, вы конкретную вещь порекомендуете? Ну, Минафь, Мэндл, допустим, вот это. Я люблю железнодорожные рассказы, серию. Хорошие, да. Про Тевью Молочник, ну, это уже заиграно. Я люблю... Есть вот сериал, не сериал, я знаю, фильм «Скрипач на крыше». Да, да, ну, это все знают, все знают. Это кто постарше знает, молодежь не знает. Вот рассказ. А вы учитель чего? Педагог. Чего именно? Литературы. Русской. Это моя, конечно, комплексовая перед ее знанием. Да, ну, приятно. Вы можете, знаете что, вы можете сделать канал на Ютьюбе, и там русскую литературу, русскую литературу оттуда вещать. Ну, я уже как-то... Свои интерпретации. Я в свои занятия. Прибилась, наконец, к пристани, уже ничего не хочу. Да. Только вот гулять. Ладно. Ну, что, хорошо, мы тогда пойдем дальше гулять. Вот, а вам успехов. Женщину обязательно к нам. Да. Хорошо? Спасибо. Так что сказать? Я вот как-то... Ну, чтобы она нашла. Портнофф.com или Портнофф.com. Нет, нет. Ей покажут канал. Я покажу. И она нам в личку напишет, и все. Или Портнофф.com, там телефон есть. Ее зовут Наташа, да. Сейчас, секунду, я сейчас бизнес-карт. А, у меня... А, есть бумажник. Сейчас, секунду. Вот, друзья, тут какие-то тучки подкрашиваются солнышком. Я тебя попробую так навести. Она красивая, эта тучка. Да? Неожиданные встречи бывают. Тут, на бережку-то. Скажи, Свет. Да. Идешь себе, никого не трогаешь. И вдруг... Да. Вот мы и пришли к тому месту, где оставили автомобиль, друзья. Видите, как хорошо освещено это место у вас в камере? Я вам только так, напоследок, покажу, что тут вокруг. Потому что лично мне вот очень нравятся вот эти постройки. Да. И тут вот этот дом такой. Я даже не знаю, это какая-то коммерческая property. Ты знаешь, сколько там цвета, да? Смотри, какой балкон. Ну да. А ты хочешь, чтобы я куда показал? Смотрим залив какой-то красивый. Вид на залив. Смотрим. А пусть я с обратной стороны этот вид снимаю. Смотрим на залив. И вот там, где маячок. Маячок, вот там мы обычно и гуляем. Ма helping. Мола. И вот. Смотрим. И вот тут вот. Продолжение следует...